я к тому что алкоголь не алкоголь наверно нет это такая история она не всем ну я веду они все можно просто не всем подходить даже в силу религиозных соображений мы с ласочки нам об этом говорили что типа мужик может плакать я не плакал много лет 25 наверное вот ну типа нельзя же ну неправильно и даже когда учета происходило такое от бессилия какого-то просто она даже не могла скатиться ну вот не идет я хотел плакать и не мог слушай я не знаю только близким людям рассказывал об этом я недавно раз разоревелся просто вот просто разоревелся и я поймал себя на мысли что я не мог остановиться где-то минут 40 это было в гастролях я ехал как раз касательно вот предыдущий вопрос я ехал и слушал песню до этого поговорил с ребятами ска из касты по телефону ими говорит вот вышла песня хочешь послушай там я чё-то там не не слушаю а вот тут в гастролях в автобусе ехал включил наушниках и знаешь я так слушаю песни дурацкий я ставлю ее на репит ставлю на репит и до тех пор пока я просто не пойму как она была написана как ее придумывали эту песню как придумывали и вот и вот я сначала это изучал а потом как-то я проникся 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 я захожу мы приезжаем мне в ушах это музыка и ребятам говорю да все мы заходим в гостиницу через там часа два три будет концерт захожу гостиницу открываю так ключом дверь и я понимаю что все у меня какой-то начинается я я не чувствую себя плохо в этот момент я не чувствую себя каким-то зажатым просто вот понимаю что я просто полчаса плачу полчаса реву а почему я не знает может быть какой-то был не замуж что-то что-то лопнуло и вышло все наружу какой-то что-то накопилось я просто полчаса поплакал посмеялся потом после этого что я полчаса плакал такой типа ну ты даешь сам собой в зеркале поговорил говорю что ты что ты что ты делаешь умылся принял душ пошел на работу дальше стало легче наверное да ну наверное да так и мне не было ну я не обращал я не не ощущал что мне тяжело я не ощущал этого я не ходил до этого смысле что господи что же не так какой-то тягость какая-то я не чувствовал этого я только когда это лопнуло такое фух оказывается было наверно не то что-то психологу ты ходил психолог или психоаналитик я походил к нему ну не знаю не так много но я я подумал я плачу деньги за то что я прихожу ему рассказываю он не дает отвечает мне на что-то я подумал а пойду-ка я лучше это все расскажу и мне заплатить деньги и сел писать моно пьесу такой моно спектакль где я просто с рабочим названием терапия я просто расскажу что меня тревожит не какую-то боль свою просто расскажу что меня тревожит и все я одну не мне не хочу рассказывать не писать там шутки еще что то я хочу просто рассказать как как все как все было в моей жизни как вообще все произошло это еще и автобиография какая-то да вот такая а мне больше не что операции я же ну по сути любой рассказ это автобиографии потому что я не не придумывал это это написано уже есть какие-то там главы которые у меня есть одна глава мать есть глава первая любовь что это там это вообще неимоверная какая-то история этом нет нет ни с точки зрения там трепета чувств каких-то вот именно просто со стороны это такая история какая-то очень то есть чуть-чуть походил и в итоге начал писать пьесу все и с ним закончил ну да мне стало неинтересно интересно а так вообще посоветовал бы человеку если у него носим понимать что в жизни не все вот как хотелось бы смотри как я понял для себя у меня успокоить меня предостаточно приемов а ворошить что-то ходить там в себе внутри я не нашел силы и времени и желания ситуация когда мне не интересно когда мне теряю к чему-то интересы плохо я как-то с этим справлялся конечно сейчас появятся люди которые скажут так нет же пойди и расскажи избавься от этого меня это не тяготит я готов по моим расчетам походить с этим грузом еще в эту тему еще один вопрос и мы прошел немножко поговорим это тоже игорь говори ласточкин игорь ласточкин прекрасный человек игорь у кости смотришь тебе огромный привет кстати да ну правда хороший хороший человек это это очень важно смотрите он говорил тут условно со стороны жизнь известного человека знаменитого которого вроде все хорошо и проекты то все прикинь говорит а я сижу внутри понимаю ну вот есть там он там выиграл проект танцы со звездами украине большой там вся страна его смотрел мир но проект заканчивается если же думать и по отдали ну а дальше а дальше и и это немножко напрягает у тебя как вот в этом плане ты не боишься что нет или у тебя страхов каких-то что вот закончился кого надо типа а что дальше что на в ковене ты крутой ты классный поэтому я понял себе что и поэтому туда и возвращаешься каждый раз там где ты успешный почему квн всегда хотят играть квн потому что там прикольно там ты ну там ты значимая фигура там ты кто-то сюда мы всегда с удовольствием возвращаемся квн потому что квн это наша обитель александр василь спасибо вам огромное да не за это возвращать возвращайтесь потому что вы там кто-то для себя кстати да тогда смотри тогда получается что и я там возвращался туда в квн много раз потому что я там кто-то а те шоу которые допустим сейчас или там не знаю с интерна уже началось все там же могло пойти до тебя же вообще звали туда на две три раза два три эпизода до 2-3 серии то есть могло же не пойти вообще ничего не пойти и все это был риск славы душ мухаммедова который поверил говорит причем без моего какого-то вообще за тебя решили ну не то же меня он говорит там авторы говорят вот мы хотим его попробовать вот так они слова распишите больше пусть его будет больше может получиться персонаж а ведь я не скажу что я там себе нравлюсь я вообще все в кино не нравлюсь я поэтому для себя это закрыл для себя этот вопрос а то ли робот ну классно вот после то ли робота я закрыл для себя этот вопрос я не отвечаю сейчас ни на какие я предложить